Я помню море предгрозовый Эти известные строки Пушкина читают люди, которые любят и чувствуют жизнь. Адриан Митрофанович Топоров и Герман Степанович Титов. Казалось бы, какая может быть связь между людьми разных поколений, профессий и судеб? На этот вопрос Герман Степанович ответил сам. Потому что все, что было заложено Адрианом Митрофановичем в годы культурной тогда революции, в годы, когда все приобщались к грамоте, когда мой отец имел возможность непосредственно общаться с этим удивительным человеком, наверное, что-то в духовном отношении передалось от этого духовного деда и ко мне. Время показало, насколько значителен педагогический талант Топорова. Он отдавал людям частицу своего сердца. Родник души, так называли его ученики. Среди них был и Степан Павлович Титов, яркий представитель российской педагогической школы. Для всех он был мудрым наставником и воспитателем. Любовь к жизни и земле, на которой мы живем, он смог передать своим ученикам. Эти традиции достойно продолжают учителя Алтайского края и сегодня. В небольшом селе Новороссийское живет и работает учительская династия Сверидовых. Благодаря им сотни подростков научились быть хозяевами своей земли. Выстраивая учебный процесс, мы всегда помним такие простые истины, что человек, живя на земле, он должен любить землю, он должен уметь преобразовывать ее, бережное отношение к окружающему миру. Вот на этом мы и выстраиваем воспитательный, образовательный процесс. В нашей школе уже много лет реализуется агротехнологический профиль. Ребята, наши выпускники, и что это дает? Это дает то, что наши выпускники конкурентно способны сегодня. В бессрочном пользовании Новороссийской школы 252 гектара пашни. Есть полный набор сельскохозяйственных машин и орудий для возделывания зерновых культур и подсолнечника. Каждую весну учителя и старшеклассники меняют школьную форму на рабочую и начинают посевную. Занимаются исследовательскими проектами. Мне нравятся их всегда глаза, когда они защищают свои результаты исследовательской работы и расширяют свои горизонты, благодаря тому, что они постоянно участвуют во многих конференциях научно-практических. И я доволен тем, что чувствую, что это есть результат, так сказать, и моей работы. Я очень горжусь своими выпускниками, потому что они составившиеся люди. Совсем недавно бригада и ее руководитель Михаил Дмитриевич Сверидов были награждены золотой медалью и дипломом к ней Всероссийского тематического конкурса «Организация высокотехнологического сельскохозяйственного производства и рационального землепользования в ученических производственных бригадах». Михаил Дмитриевич Сверидов передает своим ученикам многолетний опыт работы на земле. Среди них его сын Дмитрий Сверидов. Он ведет свое фермерское хозяйство и занимается со школьниками. «Сейчас начал перенимать дело отца, дело отца Михаила Дмитриевича. То есть заниматься с детьми, заниматься с детьми. Мне это как бы очень нравится. То есть наши дети во время занятий учатся не только любить труд, но и еще посмотреть профессию изнутри». Михаил Иларионович Бородин – педагог из села Сростки Бийского района. Тоже прививает детям любовь к малой родине. Более 30 лет занимается с учениками туризмом. Он не устает удивляться красоте родного края. «Жизнь моя – не частный случай, Если Бог меня создал. Я летал бы рядом с тучей, А Он крыльев мне не дал. Тем меня Он не обидел, А услугу сделал мне. Я б земных красот не видел, Если б жил не на земле». Михаил Иларионович – представитель педагогической династии. Тягу к открытиям, по его признанию, Он перенял у мамы и своих педагогов. Работая в школе, Михаил Иларионович ходил с ребятами в походы, Учил взаимовыручки и дружбе. Они вместе преодолевали трудности. У мальчишек из его туристического клуба Закалялся характер, Формировались выносливость и закалка. Он настолько заразил детей туризмом, Что эта тяга к открытиям Осталась у них на всю жизнь. Так глава Сростинского сельсовета Денис Витальевич Гаврилин Вслед за любимым учителем Организовал для детей Туристический клуб «Форсаж». Михаил Иларионович, он достояние не только нашего села, Он достояние всего Алтайского края, Потому что именно с него начался весь туризм Алтайского края. Перед тем, даже как сходить в какой-то поход, Михаил Иларионович сам подготавливал себе снаряжение, Делал самостоятельно лыжи, Делал крепления к ним, Сам же делал карабины. И в настоящее время Вот эти даже экспонаты, Уже их можно назвать экспонаты, Находятся в музее туризма В Алтайском районе, в селе Ая. Учитель русского языка и литературы Схлопновской средней школы Шипуновского района Людмила Владимировна Жукова Считает, что через изучение местных традиций, Обрядов, дети лучше узнают Не только свою малую родину, Но и культуру нашей большой страны. Уже несколько лет Людмила Владимировна занимается с детьми Исследовательской работой. Ребята вместе с наставником Ходят в настоящие фольклорные экспедиции. И сколько они делают открытий. Когда мы собираем говоры, Мы довольно часто просим бабушек Показать, что у них в сундуках лежит. И вот эта вот сундучность, так сказать, Дала нам возможность найти Вот такие полотенца, Которые они с удовольствием Отдали в музей. И мы изучали, Это вот относится к северной вышивке, А это южно-русская вышивка, Традиционная южно-русская вышивка. Ученики Хлопуновской школы Занимаются исследовательской деятельностью. Трудно переоценить радость учителя, Когда дети осознанно Понимают значимость своей работы. Несмотря на юный возраст, Ребята составили энциклопедию Словарь диалектов своего села. Изучили и описали лексику Свадебных обрядов. Воссоздали речевые портреты старожилов. Они возложили на себя ответственность За сохранение традиции и культуры Место, где они родились. Нужно сохранить историю, Потому что сейчас никому ничего не интересно, И все это уходит, Все это исчезает. То есть сейчас, если никого не станет, Что мы будем изучать, Что останется от этого? Потому что это наша история, Наши корни, История нашей всей деревни. Научно-исследовательская работа Расширяет горизонты детей, Вселяет уверенность в собственные силы. Ученики Людмилы Владимировны Победители конкурсов различного уровня. В селе Хлопунова Людмилу Владимировну Учителя Титовца Называют лучиком, Тянутся к ней, А коллеги стремятся ей подражать. Она всех заряжает Интересом к жизни, профессии. Знаете, вот я когда пришла в школу, Закончила институт, Пришла в школу, Я увидела, ну, детей, Ну, подобных себе, да? Они чего-то интересуются, Что-то им надо. И я думаю, а если вот я на их место встану, Как я? Ну, вот я, наверное, встала на место детей, Мне все интересно. Я не могу остановиться. Исследовать, открывать, проектировать. Эти слова ключевые И для педагогической деятельности Учителя английского языка Из Кытмановской средней школы номер один Людмилы Владимировны Хазовой. Она говорит, что ее ученики – Это ее семья. В классе, где она ведет уроки, На стене висят фотографии ее ребят, Как и в любом доме, Где любят своих близких. Я считаю, что учитель – это не тот, Который где-то там сверху Чему-то учит. Потому что я точно знаю, Что я всегда им говорю, Моя главная задача – Научить вас думать. Потому что я не знаю, Пригодится ли вам вот эта моя наука, Которую я вам преподаю по жизни. Понятия не имею. Может быть, совершенно не пригодится. А умение думать вам точно понадобится. Людмила Владимировна Работает в школе более 35 лет. Имеет богатый опыт, Награды, признание. Казалось бы, можно спокойно жить, Но это не для нее. До сих пор она стремится Ко всему новому. Она говорит, 21 век на дворе. Чтобы быть востребованной, Надо соответствовать этому времени. Может быть, поэтому ей так интересно Работать с молодыми. А молодым интересно общаться с ней. Людмила Владимировна Можно сравнить с кладом, С сокровищем. Потому что действительно Человек с большой буквы. Личное знакомство у нас уже произошло Позже, где-то уже в сентябре, Когда она пришла и сказала, Что она будет моим наставником, Она будет мне во всем помогать. И началась наша с ней работа. Я участвовала уже в конкурсе Педагогический дебют. И, естественно, без помощи Людмилы Владимировны Я, наверное, бы не добилась того, Чего я смогла добиться в этом конкурсе. Так же считают и коллеги Людмилы Владимировны, Которые учатся у нее В школе молодого педагога. Хазова объясняет Начинающим учителям, Что в педагогике мелочей нет. И своим примером доказывает, Что наивысшее достижение Педагогической карьеры Стать мастером своего дела. Моральный облик учителя Вот основа воспитания. Эти емкие слова Степана Павловича Титова Стали жизненным принципом Педагогов, О которых мы сегодня рассказали. Все учителя-титовцы Покоряют нас красотой своей души, Радостью жизни. Как чистые источники, Они наполняют любовью К родному краю, Его культуре. Хранят и передают Славные традиции Алтайских педагогов-просветителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова